Я сказала, что я думаю, что вы с нетерпением ждете этого урока. Look forward to с нетерпением ждать, потому что ваша оценка в школе зависит от этого теста. Depend on something. Зависеть от чего-то. Then start. Тогда начинаем. Итак, fill in. Заполните. Помните, у нас была тема еды. Pickled. Вспоминаем слова маринованные. Peel. Очищать кожуру. Dark. Темный. Grated. Потертый на терке. To grate. Тереть на терке. Overcooked. Переготовленный. Pinch. Щепотка. A pinch of salt. Щепотка соли. A pinch of pepper. Щепотка перца. Rear. Сырой. Bar. A bar of chocolate. Плитка шоколада. Sparkling. Sparkling water. Это вода с газами. A still. Still. Это будет без газа. Здесь этого слова нет. Litter. Литр. Ну, пробуем заполнять пропуски. I can't stand vegetables because I hate vinegar. Я не могу терпеть какие-то там овощи, потому что я ненавижу... Vinegar. Это уксус. Что у нас готовится в уксусе? Конечно же, маринованные овощи. Pickled vegetables. Pickled. If you add a of salt, it will taste better. Если вы добавите, ну, наверное, щепотку соли, оно будет вкуснее. Как у нас будет щепотка? A pinch of salt. Can I have a glass of water? Можно мне стакан. Какой воды? Минеральной. A glass of sparkling water. Would you like a of chocolate? Хотите плитку шоколада? Да кто же откажется? Как будет плитка шоколада? A bar of chocolate. I'd like my steak. Please. Я бы хотел мой стейк. Каким? Ну, наверное, rare. Не дожареным. С кровью. Ellen drinks a of milk every day. Ellen пьет, наверное, литр молока каждый день. A liter of milk. The vegetables were and the meat was tasteless. Tasteless. Овощи были какие-то там, и мясо было безвкусным. Taste – это вкус, а лес – это суффикс прилагательного, который придает ему противоположное значение. Безвкусным. The vegetables were – овощи, наверное, были переваренные, переготовленные. The vegetables were overcooked. Can you the potatoes, please? Можете вы почистить картошку? Peel – чистить. Have you the cheese? Есть у вас сыр. Так, какой тут у нас сыр? Наверное, потертый на терке. Have you grated the cheese? Так, это у нас глагол. Вы потерли сыр. Время перфектное. I prefer chocolate to the milk or white varieties. Я предпочитаю шоколад, молоко или... А, то есть я предпочитаю здесь, наверное, черный шоколад. Молочному или его белым разнообразием. Ну, эквивалентом, я бы сказала. I prefer dark chocolate. Итак, complete the sentences with words derived from the words in bold. Заполните предложение словами, которые происходят от слов, выделенных. Words in bold – выделенные слова. Какие здесь они у нас? Like, place, honest, advantage и understand. Мы все их брали в предыдущем уроке. Итак, like – его противоположное слово. Dislike. I dislike fish. Я не люблю рыбу. I don't like the way it smells. Мне не нравится, как она пахнет. Dad can't find his glasses. Папа не может найти свои очки. I think he has. Я думаю, он положил их в неправильное место. Куда-то не туда, куда нужно. I think he has misplaced them. Don't trust Alex. Не доверяй Алексу. He is very, он очень нечестный. Добавляем dis. Dishonest. Honest – честный. Буквы H we don't pronounce. Dishonest – нечестный. Heavy traffic is one of the biggest Сильное движение – одно из самых больших недостатков of living in a city. Жизни в городе. Advantage – достоинство. Disadvantage. Heavy traffic is one of the biggest disadvantages. Не забываем еще ставить букву S в конце. Одно из самых больших, один из самых больших недостатков. Множественное число. I'm not saying I like junk food. Я не говорю, что я люблю вредную еду. Не поймите меня неправильно. Don't misunderstand me. Don't misunderstand me. Второе упражнение – ready. The second exercise is ready. И в третьем упражнении что же нам нужно сделать? Complete the sentences with the present perfect or present perfect continuous forms of the verbs in brackets. Заполните предложение глаголами-временами present perfect или present perfect continuous. Давайте я вам выведу табличку на экран. И мы немножко вспомним эти два времени. Итак, present perfect. Perfect – совершенное. Present – настоящее. То есть оно связано с настоящим. Оно совершенное. Вроде бы уже прошло это действие. Но результат мне важен сейчас. Посмотрите, вот здесь внизу написано. Время не важно – важен результат. Как мы время present perfect вообще отличим от past simple? Если у нас вообще нет никаких указателей времени. Ну, например, папа сидит перед телевизором и смотрит футбольный матч. Я спрашиваю, кто выиграл? Какое это будет время? Present perfect. Почему? Потому что время не важно – важен результат. Who has won? Мама пришла из магазина. Я спрашиваю, ну, что ты купила? Опять present perfect. Время не важно – важен результат. What have you bought? Понятно, да? Итак, время present perfect употребляется с такими вот указателями времени. Учим их как стишок. Never ever just already yet today this week recently lately of late for since. У нас есть подробное видео по временам. Можете его вспомнить. А мы быстренько пробежим. Следующее время. Present perfect continuous – настоящее вроде бы present, perfect – совершенное, continuous – продолженное. Внимательно посмотрите на его формы, на его образование. Have, has, been, плюс инговое окончание. В принципе, оно употребляется с теми же самыми указателями времени. Never ever just already yet today this week recently lately of late for since. Но в большинстве своем оно употребляется с for, since. Вот они у нас for в течении, since. И когда вопрос у нас идет how long. Почему? Потому что время present perfect continuous, оно началось в прошлом, но сейчас еще не закончено. Это один из способов употребления. Когда мы употребляем. Например, дождь идет с утра. То есть он начался с утра и продолжается до теперешнего времени. It has been raining since morning. Вот оно, наше since. Или второе употребление – это когда у нас результат на лицо, или даже, я бы сказала, на лице. То есть он видим, видимый, ощущаемый. Например, я смотрю на человека и говорю. You look tired. Ты выглядишь усталым. То есть результат на лице, в буквальном смысле слова. You look tired. Что ты делал? What have you been doing? А он мне отвечает. Я, допустим, играл в теннис все утро. I have been playing tennis all morning. Или там в течение двух часов. For. Вот он наш маркер времени. For two hours. Также маркерами времени здесь являются слова. These days, all day, all week. Ну, еще можно добавить now. Например, я на настоящий момент преподаю английский уже 20 лет. I have been teaching English for 20 years now. А могу я у вас спросить, как долго вы учите английский? Вы же начали в прошлом, мы еще не закончили. How long have you been learning English? И вы мне можете ответить. На настоящий момент я учу английский уже там два года или пять лет. I have been learning English for в течение, там, two or five years now. Так что now у нас не всегда означает continuous. Время continuous, то, что происходит сейчас. Ну, и еще вот три маркера времени, которые я недавно добавила, они часто встречаются в контрольных. Always, всегда, so far, до сих пор и before, раньше. Мы знаем, что always у нас встречается в present simple. Я всегда встаю рано, например. В present continuous, в значении irritation, раздражение. Вечно он играет на скрипке, когда я сплю. He is always playing his violin while I sleep. И, оказывается, always у нас еще и в perfect встречается. В значении прошлого. Например, я всегда хотел поехать в Англию. Это всегда была моя мечта. I have always wanted to go to England. Ну что, повторили? Present perfect и perfect continuous. Давайте пробуем делать дальше наш прогресс-чек. Итак, упражнение три. Complete the sentences with the present perfect or present perfect continuous forms of the verbs in brackets. Итак, Шейла, go to the bazaar, she'll be back in an hour. Шейла пошла на базар, она вернется через час. Ну, это у нас обычный perfect. Ушла на базар. Шейла has gone. Помним, да, как perfect образуется? Have has плюс третья форма. Has будет he, she, it. Он, она, оно. Шейла has gone. Так, надо, наверное, чуть повыше написать, чтобы было хорошо видно. Шейла has gone to the bazaar. She'll be back in an hour. You look sweaty. Ты выглядишь потным. Ты делал упражнения? Как вы думаете, какое это время? Perfect или perfect continuous? Вспоминаем. Результат на лице. Результат на лице. Present perfect continuous. Вспоминаем его формы. Have you been working out? Вспоминаем, как оно образуется. Третье предложение. How much Helen spent on her English books? Сколько времени Helen потратила на свои английские книги? Ну, тут обычный perfect. How much... Ой, не времени, sorry. Сколько денег? How much has Helen? Helen. Я ее так большой буквой просто обозначу. How much Helen? И глагол в третьей форме. Spend, spent, spent. How much has Helen spent on her English books? The house smells wonderful. В доме прекрасно пахнет. Mom bake a cake. Мама готовила, приготовила тортик, пирог, пирожное. Ну, наверное, одно пирожное она не может приготовить, поэтому и кейк в данном случае торт. В доме вкусно пахнет. Мама испекла торт. Она уже это сделала. Вроде бы сделала, да? Но, опять же, результат у нас сейчас еще есть, чувствуется. Значит, это perfect continuous. И вспоминаем его форму, с его образования. Has mom been baking a cake? Мама пекла торт. How long Tom save to buy a new PC? Как долго Том экономил, чтобы купить новый компьютер? How long это время у нас. Сейчас вам покажу, какое. How long. Вот оно. Perfect continuous. How long. Как долго. Has Tom been saving to buy a new PC? Robin never been abroad. Ну, это легко. Робин никогда не был за границей. Обычный perfect. Robin has never been abroad. He worked very hard recently. He needs some time off. Он работал очень много последнее время. Ему нужно отдохнуть. Нужно взять отпуск. Здесь мы показываем длительность времени. Да, что он работал, что делал. Значит, это время. Он сейчас устал. То есть результат сейчас еще у нас виден. Он продолжает работать. Perfect continuous. He has been working very hard recently. He needs some time off. We not buy all our Christmas presents yet. Мы еще не купили все наши рождественские подарки. И это время. Обычный present perfect. We haven't bought Buy, bought, bought We haven't bought all our Christmas presents yet. Joy cleaned the house since 9 o'clock. Can you give her a hand? Joy убирает дом с 9 часов. Можешь ты ей помочь? То есть она начала в прошлом и продолжает это действие до настоящего момента. Конечно же, это perfect continuous. Joy has been cleaning the house since 9 o'clock. You ever eat Thai food? Ты когда-нибудь пробовал тайскую еду? Обычный perfect. Have you ever... Пишу повыше. Have you ever... Третья форма глагола. Have you ever eaten Thai food? Я нет. Not yet. Еще нет. Но хочу попробовать. Exercise 5. Упражнение 5. Fill in the gaps with the correct preposition. Заполните пропуски правильными предлогами. Это наши фразальные глаголы, которые мы тоже учили. Нет, нет, нет. Фразальные глаголы у нас выше. Четвертое упражнение. Fill in the gaps with the correct preposition. Фразальный глагол. Полицейский погнался за грабителем в банке. The police officer went after the bank robber. This cheese is a strange color. Этот сыр имеет странный цвет. It must have gone. Он должно быть пропал. It must have gone. Have gone. Off. The prices of Christmas decorations have gone since last year. Цены рождественских украшений поползли вверх с прошлого года. То есть цена повысилась. Все, что будет вверх, у нас будет up. Up and down. Down вниз. The prices of Christmas decorations have gone up since last year. How can an animal go food? Как долго может животное обойтись без еды? How long can an animal go without food? She's been alone since her accident. She's been through a lot since her accident. Ну, я посмотрела. У нас осталось только through. И в teach-ins book посмотрела. To be through вообще имеет значение уставать, заканчиваться. Честно говоря, трудно перевести это предложение. Кто знает, пожалуйста, пишите. Напишите внизу в комментариях. Я теряюсь в догадках. She's been through. Она... Ну, единственное, возможный перевод. Она устала. A lot since her accident. После того, как произошел несчастный случай. Больше других значений я не нашла. Адекватных. Итак, пятое упражнение. Fill in the gaps with the correct preposition. Заполните пропуски правильными предлогами. When you buy things online, you pay by credit card. Когда вы покупаете вещи онлайн, вы платите кредитной карточкой. Is it possible to pay by check? Это возможно? Заплатить чеком. Я редко плачу наличными. Suncare products are in great demand during the summer. Продукты от солнца пользуются большим спросом летом. This CD is out of stock at the moment. Этот CD уже разобрали. Сейчас. Would you like us to order it for you? Хотите, мы вам его закажем. И, наконец, at last, наконец, at last, the last sentence. Тарабарщина получилась. Наконец, последнее exercise, упражнение. Match to form exchanges. Соедините. Что с чем у нас? После какой реплики что идет? How would you like to pay? Как бы вы хотели оплатить? Buy cash. Наличными. D. Where about is it exactly? Где именно это находится? On Oxford Road, opposite WH Smith's. Can I help you? Могу я вам помочь? No, I'm just looking, thanks. Нет, я просто смотрю. Спасибо. It's C. I'd like some water, please. Я бы хотела воды, пожалуйста. Sparkling or steel. С газом или без. It's A. What nice shoes? Какие прекрасные туфли. Are they new? Они новые. Yes, I bought them last week. Да, я купила их на прошлой неделе. B. Уф. Our lesson is over. Наш урок закончен. At last. Наконец. Вы узнали много хороших выражений. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии внизу под видео. Хвастайтесь своими пятерочками. Потому что мне тоже нужен стимул, чтобы записывать видео. Я хочу знать, что вы получаете пятерки. И увидимся в следующем видео. Bye.